Субтитры создавал DimaTorzok Мы тебя выбрали, мы тебя, если что, и снимем Ну, это понятно Мамуля, у меня нет времени Где конферен Сейчас, 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 сейчас Так, значит, это салатик, котлеточки и термос с борщиком Потом принесешь все назад Мам, ну зачем это все? Я мог пообедать в центре В центре? Там все дорого Хорошо, это все Сейчас, сейчас, сейчас Самое главное Булавка зачем? Булавочка от оппозиции У них там у всех недобрый взгляд Чтоб не сглазили Ты бы мне еще осиновый кол положила И тут что? Васьенька, кстати Не улыби там с плеча Находи общий язык с людьми Может, я с тобой пойду? Мамуль, я педагог Я разберусь Да уж разберись Сороковник скоро Да и давай вон Петя, иди, скажи что-нибудь на дорожку, сын Не просри страну, сынок Есть Батя Поцелуй Я люблю свою страну Люблю свою жену Люблю свою собаку Я всего на свете член Почти что супермен Но редко лезу в драку Знает весь двор Мой приговор Слуга народа У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики праву Персональный самолет Мне выделил народ А что имею право На животу Вот тут Набьют оту Слуга народа Доброе утро, господин президент Доброе утро Доброе утро, я ребенок Как спалось, Василий Петрович? На удивление крепко Это правильно Клава государства должен Крепко и сладко спасть Невзирая на внутренние обстоятельства И внешний долг Вы знаете, мне очень понравилась Ваша речь на инаугурации Правда? Да Только вы можете так красиво И долго, и умно говорить И при этом Абсолютно ничего в конечном итоге Не пообещать Это просто пять баллов А ваше появление на такси Это высший пилотаж Именно этого от нас ждет электроарт Что это такое, Юрий Иванович? А где машина президента? На техобслуживании На техобслуживании машина ваша Василий Петрович А этот ничем не хуже У меня у самого такой же, поверьте Юрий Иванович, вы так ничего и не поняли Василий Петрович Василий Петрович Минуточку, Василий Петрович Ну, Василий Петрович Господин президент Василий Петрович Василий Петрович Василий Петрович Василий Петрович Успели Да, Василий Викторович, а вы молодец. Честно признаться, не ожидал. Только это не совсем правильно. Что именно? А то, что нужно было как-то осветить наш этот воеж. Пригласить СМИ. А то получается, что мы как-то в холостую будем ездить. Юрий Иванович, это не очередной пиар-ход. Я так собираюсь добираться на работу всегда. Что ты делаешь? Я хочу подогреть блинчики. Она не работает. И что мне делать? Кушать холодными. Они и так вкусные. Подай сахар. Квартира президента. Халупа. Я тебя давно просила, прикрути нормально. Да тут крути не крути. Все на ладан дышит. Одно слово, что квартира большая, а так склад музей твоей мамочки. Интересно, что тебя не устраивает? А тебя все устраивает. Тропинка до туалета, что коровы на водопое протоптали. Да, паркет. С лаком 20 лет встретиться не могут. Обои. 8 слоев отваливаются. Ненароком пришибут кого. Что тебе мешает? Возьми и переклей. Я отец президента. Мать, ты интересная. Ты видела, чтоб Кучма пищуку обои клеил? Видела? Ненавижу, ненавижу всю эту мебель. Этот диван, это кресло, эти часы, эти... Так, это что такое? Петя, Петя! Это что такое, а? Успокойся, это память. Та же память, что та машина, что под окном стоит. Подарок тестя. Никогда не знаешь, заведется или нет. Живет своей жизнью. Петя, угомонись. И на такой рухляти должен ездить отец президента? Если б тебя сейчас слышал, Вася. Вася на маршрутке не ездит. Водитель, пожалуйста, можно включить кондиционер? Ну, просто нечем дышать. Дышите. Спасибо. А по льготному можно? Нельзя. Вот у меня уже есть два льготника. Подождите, пожалуйста. Если вы о нас, мы сейчас выходим. Заходите. Спасибо. Да, давайте. Как выходим? Юрий Иванович, дальше мы пешком. Пешком? А сколько нам тут осталось? Не, ну, сколько там нам осталось, мать? Ну, лет 10-15. Чего это? Хорошо, мне 20. Ну, так что мы с тобой на старости лет не можем пожить, как белые люди, а? О, вот это что? Это что, телевизор, а? Вот таких и два осталось, понимаешь? У нас и в музее до потопной техники. Чем тебя телевизор не устраивает? В среднем садит. Дорогу плохо вижу. Вчера чуть в дерево не въехал. О! Да, слеп на глазах. А! Черт! Это что, здорово? Это что, пылесос? А что? Это не пылесос, это пыледуй. Надоело, все надоело. Ну, надо все в этой квартире менять. На какие деньги меняла? Успокойся. А, на какие деньги? Ты не понимаешь, мать? Не понимаешь? 37 лет назад мы с тобой купили лотерейный билет. Какой билет? Вот этот. И теперь сорвали джекпот. Что ты несешь? Все. Сейчас все принесу. Где моя рубашка? Кто его здесь поставил? Ты! Юрий Иванович, вы все-таки не до конца меня понимаете. Сегодня просто недопустимо президенту страны, слуге народа, между собой. Ну, зачем вы так? А как еще? Меня, президент, чиновников, депутатов, нас всех выбирает народ, чтобы мы ему служили. Слуги. Ну, мне больше нравятся менеджеры страны. Хорошо, но почему все должны пахать на содержание этих менеджеров? Это бесконечные резиденции, автопарки, прислуга, охрана. Да, господин президент. Что? Извали. А, так, так, все. Мне это уже надоело. Ребят, все. Спасибо вам большое. Я в ваших услугах не нуждаюсь. Вы свободны. Охрана, это скорее необходимость, нежели роскошь. Иванович, нет никакой необходимости. Я нормальный человек. Никому ничего плохого не делаю. Понятно? Мне она не нужна. Ну, Кеннеди тоже так говорил. И чем это закончилось? Чем это? Да вы что? Я же вам сказал уже нормально один раз. Вы все свободны. Спасибо. Не нуждаюсь. Какой-то бред. Да вы что, издеваетесь надо мной? Василий Петрович. Идите домой. Василий Петрович, вы, конечно, вправе отказаться от своей охраны. Ну, мы ее, пожалуйста, оставьте. А это ваш? Угу. Извините. Ничего. Простите. У Кеннеди, кстати, была охрана. И чем это закончилось? Значит, ее было недостаточно, Василий Петрович. Это что? А, это теперь твой первый зам по уборке. А? Пойдем, пойдем. Мать. Все, хлопцы, спасибо. А теперь мы сами, все сами. Мать, принимай аппарат, махнул, не глядя. Нравится? Класс. А что ты пообещал в магазине бытовой техники? Ничего особенного. Освободил от налогов на 10 лет. Ну, пей. Мать, шучу, все, он опять. Да ну тебе. Ничего не обещал. Васька все порешает. Мать. Это тебе гостинец. И как это называется? Это называется справедливый коммунизм. Нам по потребностям независимо от способностей. А это что за ключ? Мать, я смотрю, и тебе телевизор зрения посадил. Тут же ясно, не по-русски написано. БМВ. Хотя, а что я тебе рассказываю, ты же в машинах ни Б, ни М, ни В. Ты что, и машину купил? Ну, громко сказано купил, пока думаю, это здравия. Это не перебор, Петя? Перебор, это если я тебя на молодую гимнастику поменяю. Не смешно. Да? Кто это? Сюрприз. Мы же с тобой не завод отжали, и не заповедник заграбрасывали. Так, по общим меркам, сама скромность. Моё почтение, Сергей Сусельдорф. Дизайнерское бюро Сусельдорф и партнёры. Вы звонили. Мы... Звонили. Проходите, товарищ Сусельдорф. Значит, из вот этого будем делать Версаль? Будем. Юрий Иванович, я думаю, начать с безработных и пенсионеров. Ну, так с этого и начнём. У нас как раз сейчас встреча с безработным пенсионером. В смысле? Ну, с нашим бывшим президентом. Ага. Василий Петрович, ну, это традиция такая. Сейчас произойдёт передача власти, потом фотосессия, лёгкий фуршет, а затем уже ваш секретарь. А, кстати, вот и она. Знакомьтесь, Белла Рудольфовна, ваш правой рук. У неё всегда и во всём чёткий немецкий порядок. Не совсем у нас ЧП. Кабинет президента всё ещё не готов. Я думал, этот вопрос давно уже решён. Мы ничего не можем сделать, у него ружьё. Откуда? Подарок. От замначальника Ушкоровской таможни. Пресса в курсе? Слава Богу, нет. А что происходит? Ваш предшественник, он закрылся у себя в кабинете, никого не подпускает, и рёт, что он легитимный. Требует литр водки, лок сигарет и политическое убежище в Югославии. Так Югославии же нет. Он-то знает. Именно поэтому требует водки. Сергей Павлович, Серёжа, голубчик, перестань валять дурака. Ты меня слышишь? Твой срок вышел, народ выбрал другого. Я требую перевыбора. Выбрали ганду какого-то, блядь. Оставьте меня в покое. Серёж. Извините, я думал, оно не заряжено. Значит так. Я даю вам 48 часов. Иначе... Иначе что, Серёж? Ну, ребёнки, ну, миленьки. Ну, давайте как-нибудь помешаем, Юрочка. Ну, я войду тогда. Здрасте. Уйдите, уйдите, всё, я буду стрелять. Белла, уйди. Серёж, ну, что за цирк? Ну, это же не выход. Согласен. Юра, надо что-то делать. Надо что-то делать, Юра. Что, Серёж? Давай изменим конституцию. Ну, как? Ну, как обычно, мы меняли же, Юра. Ну, там нечего менять. Давай пересчитаем голоса. Ну, всё пересчитываем. Я хочу сам, лично, каждый билетин. Ну, зачем пересчитывать твои 3%? 3,5, Юра. А у него 60. Да, ошибка. Ну, как может быть ошибка 60%? Серёж. Да, ошибка всего народа. Я его прощаю, я дам вам второй шанс. Пусть голосует, Юра. Давай спочём меня с СМС-голосованием, Юра. СМС-голосование, Юра. Ну, что ты молчишь? Заделай что-нибудь, скотина. Серёж, ну, пора. Я тебя прекрасно как человек понимаю. Не понимаешь. Да понимаю. Я говорю, понимаю. Париж, у меня украли страну, Юра. Целую страну. У тебя была когда-нибудь своя страна. Я жил в ней, ел в ней, пил в ней. Я хочу умереть вместе с ней, Юра. Я работал как волк, я посидел. Я выучил украинский, Юра. Ну, тогда ты мусишь знать прислевия. Час не кинь, не поджинешь, ты не зупинешь. Я... Я... Не говори со мной на этом непонятном языке. Серёжа, ты сильный. Я в тебе верю. Ты сможешь. Я слабый, я больной человек. Серёженька, родной. Ну, ты сильный. Я слабый, больной человек, Юра. Оставьте меня в покое. Нельзя увольнять больного человека. Это не по закону, Юра. У меня инсульт. Серёж. Ну, ну, ну. Оставь меня. Оставьте меня все в покое. Дайте мне спокойно умереть. Дайте где-нибудь в Закарпатье, дайте. Дайте мне Закарпатье. Порт Одесский, дайте. Землю, воды много. Воды хоть? Море кусок большой, акваторию целую. Дайте рыбу. Какую рыбу? Не знаю. Камбалу, Киньку. Бельфинов, дайте. Я буду их поддерживать. Я люблю рыбу, Юра. Я сыну обещал сказку. Что я ему скажу? Ну, твоему сыну 30 лет. Он глава Верховного Суда. Ты круче, чем сказка. Серёж, ну, надоело. В конце концов. Юрк. Хороший мой. Чуть-чуть. Давай косточку. Косточку. Давай. Хорошо. Я выйду. Молодец. Правильно. Я успокоюсь, я выйду. Только сейчас уйди, оставь меня. А сколько тебе нужно времени? Не знаю. День, два, год, пять. Когда скажу, тогда и выйду. У тебя полчаса. Юра! Я тебя, Христов Бога, прошу, Юра! Сделай что-нибудь, Юр! Я понимаю, Серёж. Понимаю, конечно. Мы что-нибудь придумаем. Правда? Ну, конечно. Я тебя когда-нибудь обманываю. Спасибо тебе. Брат. Дай мне... Развалились в страну. Какую страну, Серёж? Югославию! О, было чё. Было чё. Было чё. Чё, чё, чё. Юра. Серёж. О, было чё. О, было чё. О, было чё. Чё, 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 чё. Чё. Вызывайте спецназ. Не надо спецназ. Может, я попробую? Ну, пожалуйста. Василий Петрович, думаете, у вас получится? Да что ж вы попробуете, Василий Петрович? Я, как зауч, его лично умоляла. Мы всем коллективом его умоляли. Мы ему два выходных банкета сделали. Я ключи у него от кабинета забирала. Но он же, как котяра блудливая, всё время находит дорогу домой. Нет, я, конечно, с уважением отношусь и к его заслугам, и к его возрасту, в конце концов. Мараис Андреевна, поверьте, я смогу найти к нему подход. Да. Мы же историки, а значит, понимаем друг друга с полуслова. Ну, дай вам. Я попробую. Да, дай вам. Закройте дверь, выйдите вон! Вы мне мешаете готовиться к урокам. Я, конечно, понимаю. Перестаньте, молодой человек. Я вот в этой школе всю жизнь. А мне они присылают на смену какого-то мальчишку. Ну, мне кажется, возраст никогда не был показателем. Вы, вряд ли, знаете эту китайскую мудрость. Ничто так не страшит, как неизвестность. Вот неизвестность, в данном случае, это вы. Ну, с Лао-Дзи не поспоришь. Хотя мне больше нравится персидская мудрость. Нельзя оценить колесницу, пока сам на ней не прокатишься. Так вот, я в данном случае, это колесница. А что вы скажете насчет японской пословицы? Хорошим воином может быть один из десяти, императором один из ста, а мудрым сэнсэем один из тысяч. Ну, с другой стороны, еще древние майя говорили, что мудрецом нельзя родиться. Ну, мудрецом можно стать. Вот оно, современное образование. В смысле? Какие же это майя, когда это ацтеки? Нет, какие ацтеки, вы путаете, это майя. Сейчас я вам все докажу. Что достает? Моя любимая пословица. Ну, что там? Страница 196. Это майя, железно, что там вы ищете. Так, вот. Правда, что майя. Да, мне кажется, я сейчас припоминаю, в каком-то источнике я читал, что это ацтеки. Да. Ну, что ж. Снимаю перед вами шляпу. То есть, не перед вами, перед вашим учителем. Хотя, как гласит балканская поговорка, «Хорошему учителю может быть лишь то, кто сам был хорошим учеником». Вы не волнуйтесь, Аркадий Григорьевич, я удержу высоко поднятую вами планку. Ведь на самом деле успех любого предприятия, как говорится, стоит на трех китах. Это трудолюбие, честность и справедливость. Кто так сказал? Василий Голобородько. Да, да, да. Кто это? Он не важен. Ну, что, я теперь спокоен. История нашей школы в надежных руках. Позвольте пожать одну из них. С удовольствием. Я спокойный. Украина в надейных руках. Господин президент, пару слов о ваших планах. Доброго дня всем. Ставлю миллион, что этот мальчик не протянет больше месяца. Трудолюбие и честность. Я чуть от смеха не... В общем, Юрий Иванович, когда назначь перевыборы, позвони, я участвую. И прослите, пожалуйста, чтобы этот лошара ничего не менял в моем кабинете. Трудолюбие и честность. Думаю, на все про все нам понадобится полгода. А где мы все это будем жить? Поедем отдохнуть к Стюкам в Закарпатье, дому приглашали. Кстати, в Закарпатье, в кентхаусе прокурора мы сделали камин. Настоятельный рекомендую. Делаем. Где мы и где прокурор, да, мать? Прекрасно. Обои меняем. Всю мебель меняем. Кстати, мои партнеры по бизнесу владеют мебельным салоном. Настоятельный рекомендую. А мебель, дорогая? О чем вы говорите? Все в подарок. Для них это честь. Ну, разве что в содействии президента в мелких таможенных нюансах. По содействию пусть везут. Считайте уже у вас. Так, здесь мрамор. Здесь, ну, я что-нибудь придумаю. А здесь маленький фонтан. Я считаю, что для жилища прислуги самое то. Простите, а мы где будем жить? Вот столовая, вот ваша спальня, вот спальня президента. Это спальня Полищуков, сам соседей. А Полищуки, это проблема? Не проблема. Они давно собирались переезжать. Доваримся. Вот тут мини-гольф, бильярд и боулинг. Там микулинки. Микулинки, это проблема? Не проблема. Они ждут пополнения. По-любому придется расширяться. Вот здесь сад камней. Медитация. Очень успокаивает нервы. Слухала мать, успокаивает нервы. Там Римма Марковна. Римма Марковна, это проблема? Не проблема. Римме Марковне 87, уже вообще договариваться не придется. Петя. Ну, конечно. Кстати, я одной пожилой мамаши у Крафтодоровца сделал бассейн. Настоятельно рекомендую. Слыхала мать, бассейн? Петя, остановись. Бассейн-перебор. Места не хватает. Так не здесь же. На крыше дома. Мать, на крыше дома. Бассейн. И персональный лифт. Слушаю, господин президент. Здрасте. Здравствуйте. Как дела в стране? Хорошо, господин президент. Хорошо. Спасибо. Итак, Василий Петрович, я подготовила для вас краткие отчеты о положении дел в стране. Ну, давайте. Красные папки экономика, промышленность. Синяя, энергетика. Спасибо. Желтые, сельское хозяйство. Зеленая, внешняя политика. Законы для ознакомления, черная папка. Указы для подписи, серые. Папка. Папка. Так. Ну, а что вы на меня так смотрите? Я вам не нравлюсь. Вы у меня пятый. Скоро будем лучше жить. Соседям одолжить. Сможем, если выберем его. Деньги отложить. Накопить на пенсию детей. На отдых. Ведь он придет и до коррупции. Вот ты. Ау-а-у-а, у нас будет слуга. У нашего народа наконец-то. Ура! Ау-а-у-а, наш собственный слуга. Встречаем вас, ганна по обоим берегам. Слуга народа.